Сагалган, или как его еще называют, Белый месяц, самый важный праздник монголоязычных народов. Он приурочен к началу Нового года по лунному календарю и является символом обновления человека и природы. О том, как его нужно отмечать, какие существуют традиции, нам расскажет Дашима Ачерова, заместитель председателя Бурецкой молодежной общественной организации Наран. Доброе утро, прошу. Доброе утро, Сэмбэна. Когда начинается же все-таки Новый год сагалган? Новый год сагалган по лунному календарю начинается. Это когда по лунному календарю настает первое число. И каждый год это по-разному. В этом году он настает 27 февраля, то есть сегодня утром. Четыре утра уже начали встречать Белый месяц сагалган. Так, кто, какие нации справляют именно сегодня, да, получается? Сегодня Белый месяц сагалган встречает Республику Бурятия, Монголия, Калмыкия и Тыва. Республика Тыва. А вот какие есть традиции, вот отличия, может быть, от Нового года, который вообще принят в России, вот с 1 декабря на 1 января, чем-то он существенно отличается? Да, отличается. Вот по традиции обычно перед сагалганом проводится молебень, большой хурал. Вот в субботу это было, и было очищение Дугжуба, то есть костер на территории Датсана прошел этот обряд. И обычно в день наступления сагалгана Нового года, перед наступлением сагалгана идет бутудр, то есть это закрытый день. В этот день верующие и те, которые собираются встречать Новый год, ничего не делают, готовятся к сагалгану, готовят национальные блюда свои, это бузы, и белые пищи, конечно, и мясо, мясо вот баранины, повядины. И уже утром, начиная с 4 утра, начинается молебень в Датсанах, в наших храмах буддийских, и люди просыпаются, ну, желательно пораньше, вот в 4 утра, и чтобы богиня Алхамо посчитала всех наших любимых, и чтобы она нас сохраняла, чтение вот, сохраняла и оберегала весь год, она обходит в 4 утра всю землю, получается, и смотрит, кто проснулся, а кто спит, тот считается как бы уже... Это сегодня в 4 утра уже было, получается, да? Да, это в 4 утра, начинается молебень во всех датсанах, буддийских храмах, и в 4 утра все просыпаются, ждут Новый год, то есть встречают Новый год с агалом. По гостям? Когда можно начинать ходить? По гостям уже с сегодняшнего дня принято ходить по гостям своим родственникам, своим друзьям. Обычно начинают ходить, как бы, к самому уважаемому человеку, в первый ходят, да, получается, утром поздравляют. Ну, обычно вот подарки берут с собой, полотенце, чай, ну, такие обычно, да, и нужные самые вещи. И так в течение месяца отмечается наш Белый месяц с агалом. Ну, вот, как вы говорите, с агалом в течение месяца отмечается. Какие вообще мероприятия обычно проходят в этот период? Именно в городе Якустске проводятся мероприятия. Вот мы уже начали, провели бильярд, турнир среди земляков, среди бурятской общины. 1 марта планируется провести в кафе, в ресторане-юрте на Курошова мастер-класс по приготовлению буз. 1 марта... В 19 часов приходите, всех приглашаем. И, конечно же, вот все мероприятия закончатся большим праздничным концертом. 4 марта, в 18 часов до Кула-Корского. Также приглашаем всех. Приедут гости из Бурятии, Циренша и Женя Маев, и Светлана Санжитова, певцы Республики Бурятия. Вообще, как принято встречать Новый год в Бурятии? В национальных костюмах, наподобие такого, в котором вы сейчас... Да, конечно. Обязательно в Бурятии, как отмечается, да, вот утром просыпаются дети, родители. Родители, они обычно сжигают костер маленький во дворе в 4 утра. Это поклонение Богу, считается. Белую пищу они как бы подносят. И дети утром просыпаются, молятся вот перед алтарем, ну, Бурхан. У каждой семьи вот в Бурятской есть вот алтарь, Бурхан. И вот они молятся. И утром, после молитвы, они в знак уважения, в знак уважения поздравляются их родителей. Вот таким вот жестом. Кто младше, руку под низ ставит, и кто постарше, вот так вот. И они так, получается, сагалят. Ну, поздравляют друг друга с белым месяцем. Дашима, мы вас поздравляем с Новым годом. Желаем вам, чтобы этот год прошел для вас. Лучше, чем прощая.